Денис Хренов, старший вице-президент, управляющий филиалом просто банка. Мы являемся бренд-неймом кредит Уралбанка. Мы уральцы, мы из Магнитогорска. Соответственно, мы входим в группу Газпромбанк. Это с точки зрения надежности. В нашем решении паспорт, безналичное перечисление, настройка учетных программ, я уже сказал. Ну, электронный документ и оборот, понятно, это основа. Мы, ну, теперь, смотрите, теперь и Киви так делает. А мы, в общем, позже пришли в отрасль, но мы сразу поняли, что надо делать два решения. Это и карта, мы ее сделали, она специально сделана с нашими друзьями и коллегами из Руслома. Это и безналичные перечисления на карту физика. Физики не любят, когда им на карту уходят деньги. Мы это понимаем, потому что физиков в банке начинают спрашивать, откуда деньги ЗИН. Первое, второе, третье перечисления уже спрашивает не только банк перечисляющий, но и банк принимающий. Когда все на одной карте, по крайней мере в одной руке, мы контролируем, кто и что делает. Ну, то есть, очевидно, опять про тот самый НДФЛ, про прозрачность отрасли. Смотрите, тарификация. Давайте я скажу так проще. Вы знаете, что сейчас цена на нал, наверное, который вы покупаете у банка и отвозите к себе на пункт приема лома, где-то от 0,2, 0,25, 0,3, ну, по-разному, в зависимости от объема, как вы договоритесь с вашей финансовой организацией, которая вас обслуживает. Вот складировали вы этот нал, вы отвлекли денежные средства, опять же, надо понимать, рискуете. Понятное дело, ну, не бывает бесплатный сыр только в мышеловке, безналичные переводы дороже. Мы на сегодня знаем, как их сделать дешевле. Мы пока заявляем 0,65-1%, мы понимаем, как только безналичные переводы станут обязательные, контакты есть, приходите, мы договоримся и покажем, как мы можем делать это дешевле. Возможно, даже дешевле 0,5. Что для безнала будет прорывом. Вот, ну, так мы будем давить за свое место под солнцем. Ну, очевидно, здесь вот эти пиктограммы, даже поговорили с нашим маркетингом, в следующий раз нанесем их себе, вот там, где просто банк написано, что пиктограммы были, ну, они красивенькие, да, личный кабинет, да, интеграция, про интеграцию я сказал, это, наверное, ваше комодити, ваше самое важное удобство. Мы готовы либо дать личный кабинет, либо синтегрироваться. Важно что? Что мы контролируем? Мы помогаем вам контролировать все, начиная от кумулятивного накопительного вот этого лимита на физика. То есть мы знаем, сколько раз этот физик как часто к вам ходил, и для вас это подсказываем. Если у вас сеть пунктов приема лома, вы в любой сети видите одного и того же физика с точки зрения накопительного эффекта прозрачно. Но мы еще помогаем вам контролировать деятельность ваших, назовем их, кассирами. Это не всегда кассиры в чистом виде, но у вас есть понятие финансовой ответственности, чтобы деньги не улетели куда угодно, сколько угодно. Это жесткая система контроля лимитов на пункт, на кассира, на дневной оборот и так далее. Ну и понятно, что работаем мы в онлайне и потенциально стремимся работать с вами 24 на 7. Ну как с нами, начи, мы там гордимся своим бренднеймом Просто Банк, потому что кредит Уралбанк – это про Урал, это тяжело, это мощно, это круто. Но вот бренд Просто Банк – это просто, с нами начать работать просто, надо только выбрать схему. Выбор почему? Потому что вы выбираете, как вы хотите платить, либо на карты, которые мы для вас выпустили, либо на карты, которые физик дал вам. Процесс одинаковый. Что очень важно, это история про территорию клиентов, как выглядят наши акты. Я думаю, что вся эта история настраиваемая, не то, что думаю, уверен, настраиваемая под вас, особенно если это крупная организация, мы с вами настроим удобные интерфейсы. Важно что? Важно то, что мы с вами решаем, каким образом удобнее платить, а путь один и тот же. Это один и тот же терминал, который из коробки, никуда не стыкуясь, ни с чем, вся интеграция на нашей стороне в бэк-офисе. То есть, по сути, только прислоняется карта. Либо карту, которую мы дали моментального выпуска, либо карта, с которой пришел физик. Для кассира это идентичный процесс, что очень важно. Ну и спойлерну, что называется, вот офф-топ, вот помимо того, что рассказали. Те организации, с кем мы работаем, мы вот, спасибо за постоянные приглашения, мы в Казани считали боль. У вас в финансовом периоде требуется кредитование. Например, что-то сломалось, к вам приходит организация, которая хочет вас ремонтировать, а у вас этот ремонт, например, не заложен в бюджет. Суммы 2, 3, 5 миллионов, то есть это небольшие суммы, но те суммы, которые очевидно могут понадобиться внутри ограниченных финансовых периодов. Со ставкой от примерно 14 до 18 процентов без каких-либо дополнительных комиссий мы готовы подставлять кредитное плечо под необходимый ремонт, который делается. Это целевые кредиты, которыми мы будем перечислять денежные средства ремонтирующие компании, но опять же в случае, если вы обслуживаетесь. О ставках всегда, опять же повторю, можно индивидуально договариваться, но вот это такой продукт, с которым мы на следующую выставку придем уже более подробно, потому что, кажется, финансисты должны быть не только в расчетных операциях, но и в чистых финансовых, чистых кредитных. В целом все. Огромное вам еще раз спасибо, что дотерпели до обеда после вчерашнего...